Доброе утро! Я приветствую зрителей программы «Вести. Утро. Кабардино-Балкария» в студии Зульфира Геляхова. С этого года в России официально введена школьная форма, но далеко не все могут следовать букве закона в силу недостатка средств. Речь идет в первую очередь о многодетных родителях. В России более двух миллионов школьников живут в такого рода семьях. Депутат Госдумы Тамара Плетнева внесла на рассмотрение коллег законопроект, согласно которому детям из многодетных семей ежегодно будет предоставляться пособие на приобретение школьной формы. Его размер – полторы тысячи рублей. Документ планируется рассмотреть на текущей сессии. Нейтринная обсерватория – наверное один из самых загадочных объектов в нашей республике. Вообще, что такое нейтрино и можно ли его увидеть? Этой теме был посвящен фильм Май Данилевской «По следам космических призраков», премьера которого состоялась накануне в Москве в РИА Новости. Это часть проекта «Научный понедельник». Автор картины показала работу Баксанской нейтриной обсерватории изнутри, побывав в ее подземных лабораториях. Существование нейтрино – электрически нейтральной элементарной частицы – было предсказано еще в 1930 году. Известно, что Землю постоянно пронизывает поток нейтрино, большая часть которых рождается на Солнце. В России поимкой этих частиц занимаются сотрудники Баксанской обсерватории. Ученые отслеживают нейтрино и делают выводы о процессах, происходящих внутри Солнца. К другим темам. 50 лет совместной жизни – такие юбилеи, увы, редкость. Тем больше уважения вызывают люди, сумевшие через десятилетия пронести любовь и уважение друг к другу. Сегодня золотую свадьбу отмечают в семье Астаховых и Знальчика. Я его увидела высокий, симпатичный, с кудрями волосами. Хороший. Уже через неделю после первой встречи Валентин Павлович сделал предложение Любови Петровне, которое она с радостью приняла. С тех пор они – опора и поддержка друг к другу. Муж старшей жены на один год. С разницей в один день у них дни рождения. У Читы Астаховых трое детей, семь внуков и два правнука. Идеальных семей у нас нет. Бывают небольшие скандалы. Их надо переносить. Но ни в коем случае нельзя бегать к отцу, к матери, жаловаться. Перетерпите, все станет на место. Проживете и в счастливом браке даже не до 50 лет, а может до 60, до 70 лет. Как говорят супруги, у них не было ни колец, ни пышной свадьбы. Главное, считают молодожены с опытом, поддерживать друг друга и находить компромисс в любой ситуации. Спортивные вести. Продолжается спартакяда работников различных ведомств и служб республики. Сейчас проходят отборочные туры. За шахматными досками представители судебной системы. А до этого они провели соревнования по мини-футболу и настольному теннису. Тогда сильнейшими оказались мировые судьи. Приятно отметить, что наши ребята, молодые ребята, в основном, кроме того, что работают хорошо, свободно от работы, находят время и возможность принимать участие в этих мероприятиях, активно занимаются спортом. Эти мероприятия сплачивают коллектив, ребята, неофициально, так скажем, общаются больше, дружат друг с другом. И в этот раз пальма первенства досталась мировым судьям. Победителями шахматного турнира стали Владимир Базиев и Астемир Машуков. На этом все. До встречи в следующем часе. Доброе утро. Я приветствую зрителей программы «Вести. Утро. Кабардино-Балкария» в студии Зульфира Геляхова. С этого года в России официально введена школьная форма. Но далеко не все могут следовать букве закона. В силу недостатка средств речь идет в первую очередь о многодетных родителях. В России более двух миллионов школьников живут в такого рода семьях. Депутат Госдумы Тамара Плетнева внесла на рассмотрение коллег законопроект, согласно которому детям из многодетных семей ежегодно будет предоставляться пособие на приобретение школьной формы. Его размер – полторы тысячи рублей. Документ планируется рассмотреть на текущей сессии. Нейтринная обсерватория. Наверное, один из самых загадочных объектов в нашей республике. Вообще, что такое нейтрино и можно ли его увидеть? Этой теме был посвящен фильм Майи Данилевской «По следам космических призраков», премьера которого состоялась накануне в Москве в РИА Новости. Это часть проекта «Научный понедельник». Автор картины показала работу Баксанской нейтринной обсерватории изнутри, побывав в ее подземных лабораториях. Существование нейтрино – электрически нейтральной элементарной частицы – было предсказано еще в 1930 году. Известно, что Землю постоянно пронизывает поток нейтрино, большая часть которых рождается на Солнце. В России поимкой этих частиц занимаются сотрудники Баксанской обсерватории. Ученые отслеживают нейтрино и делают выводы о процессах, происходящих внутри Солнца. К другим темам. 50 лет совместной жизни. Такие юбилеи, увы, редкость. Тем больше уважения вызывают люди, сумевшие через десятилетия пронести любовь и уважение друг к другу. Сегодня золотую свадьбу отмечают в семье Астаховых и Знальчика. Вот я его увидела высокий, симпатичный, такой, с кудрями волосами там. Ну, хороший, в общем. Уже через неделю после первой встречи Валентин Павлович сделал предложение Любови Петровне, которое она с радостью приняла. С тех пор они – опора и поддержка друг к другу. Муж старше жены на один год. С разницей в один день у них дни рождения. У Читы Астаховых трое детей, семь внуков и два правнука. Идеальных семей у нас нет. Бывают небольшие скандалы. Их надо переносить. Но ни в коем случае нельзя бегать к отцу, к матери, жаловаться. Перетерпите, все станет на место. Проживете и в счастливом браке даже не до 50 лет, а может до 60 до 70 лет. Как говорят супруги, у них не было ни колец, ни пышной свадьбы. Главное, считают молодожены с опытом, поддерживать друг друга и находить компромисс в любой ситуации. Спортивные вести. Продолжается спартакяда работников различных ведомств и служб республики. Сейчас проходят отборочные туры. За шахматными досками представители судебной системы. А до этого они провели соревнования по мини-футболу и настольному теннису. Тогда сильнейшими оказались мировые судьи. Приятно отметить, что наши ребята, молодые ребята, в основном, кроме того, что работают хорошо, свободно от работы, находят время и возможность принимать участие в этих мероприятиях, активно занимаются спортом. Эти мероприятия сплачивают коллектив, ребята, неофициально, так скажем, общаются больше, дружат друг с другом. И в этот раз пальма первенства досталась мировым судьям. Победителями шахматного турнира стали Владимир Базиев и Астемир Машуков. На этом я прощаюсь и желаю вам удачного дня.